Цифровой отпечаток лица может быть введен в нашей стране в качестве одного из методов идентификации личности. Министерство экономического развития и цифровизации разработало и предложило правительству на утверждение законопроекта, регламентирующий процедуры использования системы удаленного распознавания как в автоматическом режиме, так и при участии оператора. Удаленная цифровая идентификация определена в проекте закона как процесс проверки личности физического лица на основе предъявленных документов, удостоверяющих личность, измерений биометрических параметров лица, сравнений изображений и информации, сообщенной физическим лицом с данными, полученными из внешних источников с использованием цифровых средств. Как поясняется на специализированных сайтах, это означает, что по цифровому изображению, полученному видеокамерой, измеряются множество параметров лица. Соответствующие данные, преобразованные в математическую модель, компьютер сравнивает с изображениями, хранящимися в базах данных, в нашем случае в государственном регистре населения. Эти же источники отмечают, что систему распознавания лица сложно обмануть, поскольку она устанавливает отличия даже среди близнецов. При этом разработчики документа отмечают, что удаленная идентификация личности сопряжена с определенными рисками, однако может способствовать противодействию некоторым видам мошенничества. Что касается рисков, в документе отмечается возможность хищения идентичности с использованием грима или латексных масок, а также цифровых масок или технологий дипфейк для создания изображения или голоса. Как утверждают авторы инициативы, ее реализация не потребует выделения бюджетных средств.